ну что ребят поставил хочу подогреть суп вчерашний я сегодня ничего не хочу варить так как я если сварю что-нибудь свежее этот суп я уж точно не доем говорит у меня енис если будет выбор говорит вот свежая рыбу свежую рыбу я пожарю и будет там салат я говорит выберу салат потому что он не любитель таких такой рыбы скажем или еще какие-то еще может какие блюда ему мне нравится связан сразу прямо и говорит если будет выбор я конечно выберу салат но свежую рыбу не съем вот и так же я если сварю свежий свежую еду я этот суп не буду доедать на улице как мы видим уже сумерки накормил собака недовольные но стулан сразу быстро он ему похорону что вокруг творится он без разницы от айда айда нам не видно еще но она и наблюдает за мной она будет наблюдать пока я не усну она будет следить она слышит и марит вам на на ухо востро у нее а тулан без разницы и где он он уже спит все ему похорону все действительно только что затопил печку он дымит скоро уже сейчас темнеет это так кажется что еще светло на улице уже действительно сумерки примерно так и коротаю сегодняшний вечер возле костра погода позволяет дождя нету пока как пришли мы с охоты я еще сходил на рыбалку это все у меня остается за кадром завтра думаю может быть пожарю рыбу но почему за кадром потому что я поймал эту рыбу щитями а когда ты показываешь что рыбу ловишь тетями такой шквал негатива и в комментариях все считают что браконьерство это еще пишут всяко разные комментарии которые мне не хочется читать и слушать вообще вслух слова браконьер браконьерство браконьер браконьерство ребята это я считаю то что когда ловят скажем десятки в йогер там бочки рыбы там или же и оставляют щеки вот скажем водоемах вот это да действительно это браконьерство это или же в интернете я видел там когда идет дорогая рыба на нерест и знаете там тонны рыбы просто вот икру берут и рыбу выкидывают тоннами держат там гниет медведи собирается туда это действительно тоже браконьерство а так вот что я скажем обычный простой человек закинул сеть поймал на жаркое или же еще за все охоту за все время поймал ведро рыбы отвезу домой я никому не продаю эту рыбу не хочу этим обогатиться я ловлю для себя но многие этого не понимают и знаете не только напишут там комментариях негатив плохое но и даже есть такие люди что не хочу дальше говорить об этом в общем редиски такие бывают ну поэтому некоторые моменты у меня остается за кадрами это все пишут от зависти в основном кому завидно что у кого-то есть у кого-то нету ну и не знаю что еще добавить короче где-то может буду показывать какую-то рыбалку где-то за кадром остается но что я считаю нужным что я считаю как сказать хочу показать я пока я показываю что считаю не надо показывать остается за кадром все стопроцентно показывать конечно как сказать нет смысла потому что проблемы наберешь а толку от этого все равно ну и я уже говорил что этим ты звездой не станешь никогда но это уже лишние закипел конкретно наемся и спать не буду я ждать десяти часов вечера ли еще сидеть там не хочу буду высыпаться отдыхать действительно здесь спится хорошо день прошел все родной ну что сейчас я подогрею супчики встретимся уже в избе все четко а ну и а а а и а романтику включила вот так вот к романтика у хорошечно ну вот ребят день прошел опять настал ужин все время ровно 5 часов и все уже тьма на улице что ходить надо до четырех примерно уже пять часов темнеет сейчас буду ужинать ничего такого вкусного я не приготовил буду ужинать вчерашний суп знаете ребят что я еще сегодня кого я видел одним словом за несколько лет уже тут охоты я видел сегодня мыша мышь пробежал они все эти мыши летали значит ночуешь там шуршат везде там под нарами под столом везде эти мыши ловки по несколько штук только глаза закроешь уже мышка мыши лока хлопнулась на стол лезли а сейчас вот за несколько лет я первого мыша сегодня и ох как шустер он пробежал здесь под навесом оказывается он был я там чистил рыбу и убежал также сегодня закинул я одну жерлицу на озеро завтра если что если будет кто какая рыба сидеть там если щука попадет я поснимаю если нет так холостой снимать не стану буду снимать уже проверку этих жерлиц но одна пока но у меня и плотвы нету мелкой у меня крупная я чая там было и знаете вот это плотва одна плотва как-то зацепилась она ртом ухватил но ухватилась вот это я чаю и запуталась случайно надо поменьше я чаю закинуть как было но на жерлицу там поймать эту рубежку чтобы с удочкой сидеть у меня просто времени нету сегодня вернулись уже все туда-сюда или с кем него с удочкой надо искать рыбу знаете как бывает я определяю косяк там они когда кормятся на воде и они там кормятся и ты замечаешь и рыбачишь их можно наладить а сейчас вот сколько раз уже я на озеро не сходил тишина полный штиль на воде вообще нигде ни одного всплеска ничего подозрения нету никакого что там рыба может быть будет мелкая рыба будем жерлицы ставить но знаете с такой тактикой охоты думаю мне надо есть тут потому что сколько я сегодня прошел и прошел знаете в самом таком месте где должна была быть птица на их не было один глухарь это очень мало вала я там за один поход там три глухаря там стрелял и больше мало их это этот глухарь она она же битый очень даже но она идет интересный момент ведь был не знаю там в кадр попал нет все это дело как я случайно его заметил сидящего на земле у него такая даже туши не видно только шея и голова так приподнято думал как-то дойду какого-то какого-то дерева чтобы прислониться к дереву чтобы выстрелить а с руки это бесполезно да не попаду я у меня рук и так шатает сейчас я не знаю в оптику смотришь там ствол вот так шатает а олени так как вышли как интересно было многие наверно думают почему я не стреляю зачем его стрелять перед тем как выстрелить надо подумать от жадности до ноги вот скажем увидя сразу лишь бы подстрелить и там они сгниют потому что это очень далеко мне это не надо пусть бегают пусть мне нисколечко не жалко их ну не жалко я имею ввиду что убежали там еще я не жалею я мог уже два раза в этом году два раза уже подстрелить в упор считает а сегодня тоже в упор это животные были буквально там рядом не это не надо они также под запретом даже лицензию на она не дают на оленей северные олени это дикие олени были бывают еще попадают но моей практика еще не было в этом такие олени убегают из стада где вот их держат убегают и говорили что они вообще людей не боятся подпускают людей откуда они я принципе не ругают улана знаете вот я сегодня еще говорил что тулана старта действительно он оставляет он бежит но примерно вот скажем гонит там метро 300 будет гнать потом оставляет еще оставляет и обратно возвращается почему так не знаю но в то же время с туланом я себя чувствую в безопасности поверьте я безопасность когда тулан рядом я он не боится у него нету страха никакого еще от встречи с медведем с ним не было но интересно было бы понаблюдать как себя поведет он со встречи с медведем но галеней лащей скажем никого он не боится ай да вот она это увидит услышит в раньше тулана может это услышь услышать услышать да это это стопроцентно она раньше времени может услышать так он будет наблюдать но он даже ни одного лая не издаст и какой там уже навстречу и им бежать нет но я уже тоже определяю что вот где-то опасность я вижу как себя ведет себя и да и я знаю что где-то опасность там еще две собаки они разные совсем разные вот сегодняшний день я рассказываю все конечно вы увидели все вкратце я поснимал показал что по возможности у меня целый день был включен как сказать камера вообще и целый день я не выключал все ждал какой-то момент какой-то вот стрельбной волну какую-то вот что-то попадет в кадр сверх естественно ничего такого не было обычные как сказать обычные встречи что я частенько бывает но повторяю что я вот уже второй раз встречаю оленя это редкостно прошлом году не помню вроде не было встречи уже несколько лет не встречал их это пришли и оленя но они так мигрируют они все время идут идут сегодня вот здесь мы встретили завтра уже может за 20 километров уже встретят другие они они не пощады они идут все время идут это считай нам повезло еще встретить их поснимать был бы панасоник я бы приблизил как они вообще красивые и разные расцветки белые вот такие серии как-то еще скажем с седыми волосами так скажем некоторые вот коричневые разные расцветки 10 штук я подсчитал 10 а может и больше их было но не больше 15 не больше сейчас я выйду за чайником я забыл чайник меня на костре вот так пока болтаю и опять остынет суп уже начал остывать один раз еще был по снегу я сюда заезжал у меня собака передайдой которая была рыжая тоже и уши вещачие были полугончик какой-то вот смесь лайка с кончим но скажу вам как-то бестолковая собака была польза от этой собаки не было из-под него это пацан был даже из-под него я вообще ничего не стрелял в эти как потом он стал хитрым вообще ужасно хитрым ну и не стал долго держать его потом взял айду а вот с ним даже и жулик ли я не знаю как имя было кличка не помню пришли приехали вот тоже так же мы сюда и наткнулись мы с ними с ним этот я на лужах шел и дошли до того места где они кормились эти олени и невозможно даже на лужах и те невозможно столько вот такие ям на яма я мы глубокие ям его на ней в роют там яголь ищут 70-50 сантиметров глубина вообще я иду что ближе не сломать на на еду еду и увидел собаку что-то устремилась побежала оказывается голову поднял это же вот рядом 30 метров на она от меня там олени этих было мама не говорю и такой шум до гам не меньше 5 10 они убежали я уже когда голову поднял там мельком 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 там старая вырубка и подсаду очень много вообще ужасно непроходимое место они там оказывается стояли я бы если голову поднятым шел я бы увидел там вообще в упор они были тоже они убежали и они полукруг такой сделали оказывается ну я ходил там очень далеко еще и возвращался через болото я короче болото пересекал и я фотографии на вконтакте где-то я выкладывал и не знаю не помню удалял или нет на вконтакте эти следы были и вот там я примерно я ориентировочно посчитал где-то 50 может и больше этих оленей было знаете как они проб и еще топталю там вообще но это давненько уже было а я уже четыре года она например на это лет пять уже было назад и вот после этого после этой земли олени с этих мест ушли все меньше меньше их стало потом истребили вот эти волка пришли блин очень много их 3 истребление было везде и туши и позапрошлом году на на тоже лося они убили там мужики на буране наткнулись на тушу лося тоже дело рук этих волков прошлом году вот память блин я все принципе снимал там осеннюю охоту на глухаря на она была там название прошлом году или позапрошлом позапрошлом году уже на она была я двух местах видео вот эти кости у оленей но это тоже вот эти волки а потом уже этот труп уже у волков остатки уже до еда или медведи ну примерно так ну и сегодня еще что было вот не знаю какой зверек куница или норка или горностай что там был непонятно для меня звук я услышал какой то вот но не знаю кто это был но тулан конечно там активно там рыл всю эту землю айда айда пока не увидит она себя так и ведет я об этом уже говорил ей надо увидеть все это дело как увидит вот тогда уже начинает лаять уже стопроцентно там кто-то есть а вот сегодня слышит но не уверена в себе слышит вот что-то слышит вот нюхтит слышит но она еще не гавкнула а если увидит все тогда уже начинает гавкать ну короче грех жаловаться на собак потому что свою работу они выполняют хоть какую на выполняют приносит радость для меня айда и тоже активно работают по буровой тулан ну тулан вот такой в яскости и 100 процентов думаю только 20 я ожидал что больше будет но пока не скажу что много оставляет не хочу чтобы он за 5-10 километров побежал на что я видел где его товарищи стояли он должен быть там еще на такой будут таким как и есть их не изменить и бесполезно перевоспитывать это это у них заложено в мозгу мозгах голове они другими не станут так что что еще добавить да ничего больше добавлять ребят не стану давайте дождемся завтрашнего дня завтра завтра может быть даже будет охота без собак буду целый день ходить воде и ночь в одиночку собак не буду брать хочу пройтись поохотиться на рябчиков примерно если все получится где-то до двух до трех часов также немалый круг маршрут посмотрим что будет завтра посмотрим с утра какая будет погода а там уже будет и охота она сегодня все всем пока и встретимся завтра я буду ужинать позвоню домой и отдыхать сейчас время 5 часов 20 минут